Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте, дорогие жители и обитатели Балтийского дома, блестательные актеры, профессионалы постановочной части, самоотверженной администрации. Я всех от всей души приветствую. К сожалению, наша встреча откладывается, но я хочу вам доложить, что Балтийский дом на месте, что он надежно охраняется, в нем чисто, уютно, тепло, не хватает только нас с вами. Но я уверен, что это время очень скоро наступит, и мы продолжим репетиции, мы сохраним наш репертуар, и наши залы будут полны зрителями. Мы постоянно находимся в контакте с нашими режиссерами Дмитрий Петрунь, готов продолжить репетиции, как только это будет возможно, неплохих парней, и я надеюсь, что в начале июня мы эту премьеру покажем. И Анатолий Праудин продолжает и продолжит репетиции Версальского экспромта. Это тоже будут наши премьеры. И спектакль, который мы готовим к юбилею Победы, Победа дана всех, тоже состоится, и мы его покажем и посвятим Победе. Словом, то, что мы запланировали, я убежден, это и состоится. И, конечно, продолжатся и гастроли, и, надеюсь, мы побываем в тех городах, где нас все знают и помнят, в тех странах, где мы уже были, в том числе и в Китае, где мы были неоднократно, и в других странах, состоятся наши фестивали, и встречи в России, и Балтийский дом. И жизнь будет продолжаться так же бурно и насыщенно, как это было всегда в Балтийском доме. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим зрителям, тем, кто каждый вечер дарит нам свои аплодисменты, свою доброту, и сейчас не оставляет нас своим вниманием в онлайн-формате, смотрит наши спектакли, наши высказывания наших актеров, наши вечерние сказки, которые мы показываем. Спасибо вам за верность театру, за преданность театру. Убежден, что очень скоро мы встретимся в зрительном зале. И хотел бы вам пожелать прежде всего здоровья, чтобы вы берегли себя прежде всего, своих близких. И я бы хотел завершить мысль, которая мне приходит в последнее время все чаще и чаще на ум. И, наверное, в том действительно очень жестком испытании, которому сейчас все подвергаемся, может быть, есть одна позитивная вещь. Может, мы станем добрее, внимательнее, добросердечнее друг другу. Может быть, этому нас научит вот это жестокое испытание. А в этом смысле театр, как никакое другое искусство, являясь школой доброты и нравственности, нам всем помогал и будет помогать. До встречи. Спасибо вам.